Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск. Хочу вам рассказать, что было. В общем, пока мы отдыхали в Оленевке, наш месяц путешествия мы отметили поездкой на мыс Трахан-Кут. Сняли в аренду, арендовали катер, и на одном из пляжей, где мы купались, у меня украли часы. Я их отследил, написал заявление в полицию. Мы сейчас как раз стоим возле полиции. Здесь было последнее движение. Можете посмотреть в выпусках ранее. Ссылочки будут в описании. Друзья наши вчера поехали в Поповку, там все занято, ничего никак не возможно забронировать, там какой-то фестиваль. В итоге они уехали дальше. Мы сейчас едем к ним. Какой-то дикий кемпинг. Они там остановились. Покажу вам немножечко дороги. Дорогу покажу вам этот кемпинг. Погнали с нами. Погнали! В общем, друзья, я построил маршрут. Это... Они находятся где-то в Витино-Бич. Вот ехать нам час 16, 85 километров. Это получается вот за штормовым, но перед Евпаторией. Погнали туда? Погнали! Ребята, это сейчас мы едем по Черноморскому. Ты постоянно поешь? Ты постоянно коешь? Так. Здесь нам надо повернуть налево, судя по навигатору. Вот по левую руку, друзья, можете видеть автостанцию Черноморская. Здесь и ЖД пути, и эти, господи, автобусы. А мы едем дальше. Так, вот круговой у нас, вот с этим глобусом. И здесь уходим по указателю на Евпаторию, и все, и едем прямо. Вот указатель на Озерное, мы его проезжаем. Сюда нужно ехать, вот если едешь в Поповку, а мы едем прямо дальше. Мы едем в Витино. Нам ехать еще 35 минут, 33 километра. По левую руку можете наблюдать степи, коровы. Впереди виднеются ветровые. И справа тоже степи. Ну что, друзья, по пути в очередной кемпинг мы заехали в Евпаторию для того, чтобы здесь покушать. Здесь такая еще площадь Победы. Детишки наши вот развлекаются, побегают, попрыгают, и пойдем пообедаем. Это мы, можно сказать, в центре Евпатории, а дальше мы будем, поедем в сторону Мирного. И так сказать, на полпути, где километров 20 останется до Поповки, до Мирного. Мы где-то там остановимся. Еще думали про Штормовое, но пока не знаю. Ну что, друзья, мы покушали. Мы сейчас находимся в Евпатории. Ценники здесь гораздо ниже. Едем с нашими друзьями. Вот они впереди на Бэхе. Мы сейчас, в общем, поедем... Как он называется? Витина. В общем, село Витина. Там ребята сегодня там ночевали. Там, короче, пустырь. Есть деревья, много тени. Есть неподалеку озеро. Короче, там будем... Поживем сегодня точно, точно завтра посмотрим. Полечу, поснимаю, покажу самоорганизованный кемпинг. Ну и заодно вам с высоты тоже все покажу. В общем, погнали. Взгляд теперь туда. В общем, друзья, где это находится? Если с Евпатории начать ехать в сторону Поповки Мирного, то это там, на берегу, не доезжая километров 20 до Мирного. Отсюда, это тоже где-то километров... От Кифмотории это где-то километров 20 тоже. Ну, ребята, там уже были, говорят, есть место клевое. Посмотрим чуть позже. Поехали. Смотрите, арена Крым. Спортивный комплекс. Здесь стадион. Немножко о бензине. Смотрите, вот она заправочка, 95-й, ровно 52 рубля. Ну, нехило, нехило. В Крыму бензин вообще золотой. Вот мы заезжаем в поселок Уютное. Или что это, село? Кто знает правильно, поправьте комментарии. Друзья, в общем, здесь неподалеку есть такой небольшой строительный рынок. Здесь Макс себе хочет купить лопату, ну, потому что лопата это друг солдата. Да? Так точно. И сетку, и вот такую сетку возьми, чтобы тень создавалась. Ну, вот именно это с большим квадратиками. В общем, проезжаем в Моинскую часть. Это мы еще едем в Смите на полгасателя. Морешко виднеется, конечно. Но от строительного магазина далековато. В общем, друзья, здесь есть вот такие магазинчики. Здесь есть, в принципе, все. Цены дешевые. Есть овощная палатка. Тоже ценники нормальные. Пока делаем вывод, что на западе Крыма самое дорогое, да? Да, особенно высокие цены. В общем, вот на этой площади с магазинами, смотрите, есть еще кафе, где есть пицца-суши. Друзья, смотрите, вот здесь вот оборудованный кемпинг. Дойдем, потом посмотрим, что там. Я вам полетаю, покажу. Возможно, мы туда переедем. Но пока мы хотим остановиться вот здесь вот дикарями, попобжевать, так сказать, ну, как обычно в нашем сезоне. Вот, и здесь, соответственно, очень много деревьев. Но сейчас будем размещаться. Все покажем, расскажем. Друзья, всем привет. Мы спустились, так сказать, пониже к южному побережью. И сейчас мы остановились на дикой месте. Оно действительно по-настоящему дикое. Потому что на момент 14.50, то есть самый разгар, когда люди купаются, пляж пустой. Смотрите. Вот так получше. Там буквально несколько человек, и это нам очень сильно симпатизирует. По соседству есть цивилизованный кемпинг, но он находится в таком стадии строительства. Видно, что там ведутся еще работы, улучшаются, за него, так сказать, взялись. Вот тут есть домики, которые можно арендовать, но по ним я вам ничего не скажу, не знаю. Наш же лагерь вот. Мы отдыхаем с друзьями. Они сейчас поехали в магазин. Вот их палатка, наша палатка, наш туалет, два стола, наша машина. Потише детки спят. Вон в машине отдыхают. От машины проведено у нас электричество. Сейчас мы с вами поднимемся в небо. Я покажу вам сверху, полетаю, расскажу. Что это за место, друзья? Это поселок или деревня с Витина. Находится она... Витина. Вот. Мне Настенька там крикнула. Это Витина. Смотрите. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я вам покажу. Вот. Витина. Мы стоим вот здесь. Если уменьшить карту, то можно увидеть, вот, это неподалеку от Евпатории. Если быть точнее, то это примерно в 20 километрах от Поповки и примерно в 20 километрах как раз от Евпатории. Наверняка вы сейчас на карте заметили, что есть небольшое озеро. Нам везет второй раз. Мы останавливаемся, что в Оленивке остановились, в кемпинге, и там было прямо за забором розовое озеро. Что здесь? Смотреть. Сейчас я вам покажу картинку сверху. Это место выбрали наши друзья, так как нас из-за, короче, то, что мы там в полиции разбирались за кражей моих часов. Они сюда приехали ночью и прям вот тут вот они бросали палатку, здесь переночевали. Затем мы дружно встретились в Евпатории, позавтракали и приехали сюда. И здесь, соответственно, разместились. Почему я сразу не показал вам по приезду? Потому что здесь стояли ребята, компания, семейные, две семьи, в общем. Поэтому мы остановились тупо здесь на парковке и ждали, когда они уедут. И после этого заселились. Ну, а сейчас я предлагаю вам полетать вдоль побережья, отлететь в море, покажу с той стороны, покажу там. И один важный момент. Я до туда вы не долечу, потому что дрон просто не долетит. Есть магазины, там километр идти. Я сегодня ходил, у меня туда-обратно ушло 25 минут. Ценники дешевые. Я вам уже, в принципе, все это рассказывал. В общем, ребята, полетели. Это уже обустроенный автокемпинг Витина-Бич. Здесь вы можете увидеть, что есть места с теньком, то есть поставить палаточку под деревья. Здесь есть душевые, летний душ, также есть и горячий душ. Здесь есть места, где можно зарядить телефоны. Здесь есть техническая вода, здесь есть прокаты гидроциклов, ватрушек, еще много чего интересного. Ну, в принципе, как и должно быть в автокемпинге. Но он находится в стадии строительства, и там много чего есть. Например, нет прачки. Туалеты здесь такие био. Какого качества они, я не скажу, читайте отзывы. Это вы сейчас, друзья, увидели обустроенный кемпинг, а сейчас я вам немножко расскажу, как устраиваемся мы. Я думаю, многим, кто любит ездить с палатки, либо кто только хочет, кто думает, а что же лучше, там, отель, не отель, палатка. Кто переживает, что в палатках плохо. Итак, первый, самый огромный плюс, то, что ты не привязан к этому месту. Сегодня ты ночуешь здесь, завтра, допустим, тебя что-то не устроило, ты можешь уехать, либо найти себе лучшее, переехать. Первый, вот как говорится, плюс, это близость к морю. Вот я утром проснулся, и первое, что я делаю, это я иду, конечно же, купаюсь. Вот мы в этом году очень кайфуем от того, что море у нас прям вот сразу. Далее, в том кемпинге, в Сансет, в Сансете была техническая вода. Здесь, к сожалению, технической воды нету, и, в принципе, когда мы еще были в кемпинге на Майами Бич, то там был просто лиман, то есть озеро. Мы там набирали техническую воду. Здесь технической воды нету, поэтому мы просто берем с моря, моем посуду этой водой, все делаем этой водой, все по техничке, но, например, посуду потом мы промываем обычный питьевой. Мы покупаем вот такие вот баклажки. Опять вот здесь сейчас выскочит скрин, как это выглядит в Крыму. Здесь вода дешевле, если на Западе мы покупали 4 рубля литр, в Керчи мы покупали 3 рубля литр, то здесь 2,5 рубля литра. Это, считайте, в два раза. Продукты здесь тоже дешевле. Что у нас по кемпингу? Ну, во-первых, то, что кемпинг дикий, когда мы сюда пришли, здесь можно вот увидеть много-много-много мусора, а из той части вообще превратили туалет. Да, я вам сейчас покажу. Это, конечно же, жесть. Вот видите? То есть, люди делают вот так, свинячат, гадят. У нас все это по-другому. Мы с собой возим вот такую палатку. Называется она в интернете палатка-душ, палатка-туалет. Она очень-очень удобная. Смотрим. Вот. Здесь можно встать в полный рост. Вот сюда сверху можно подключить душ, если он у вас есть. У нас его нету. Мы просто так как-то моемся, как приходится. Соответственно, мы купили вот такой унитаз-горшок. В него мы добавляем специальное средство. Сейчас я вам покажу. Вот оно. Ну, в принципе, вообще можете любой. Все разжижается, разъедается и смело потом выливаете куда вы хотите. В кемпинге Sunset там были туалеты, поэтому все убирали в туалет. По-разному. Можете просто выкопать ямку в ямку, потом закопать. Почему так подробно я там акцентирую? Потому что это самый мощный вопрос, когда вы приезжаете дикарем. Первое. Куда ходить в туалет? Когда останавливаешься тем более в местах, где вообще нет деревьев, этот вопрос гораздо более актуален. Поэтому, если вы путешествуете с палаткой, вам нравится, то покупайте вот такой вот туалет. Он сворачивается в круг небольшой. Вот так вот примерно это выглядит. И все. И вот такой вот он толщины. Очень удобная штука и она всегда пригодится. Давайте дальше я вам расскажу. От предыдущих здесь людей остался нам умывальник, поэтому в этот раз мы умывальником не заморочились. Когда мы были в Сансетик, у наших друзей есть такая специальная прорезиненная лейка, набирается 20 литров, туда можно подключить такой душ, либо открыть крантик, помыть. Тоже было очень-очень удобно. Далее. Да вот еще, 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 еще. Далее. По машине, смотрите, у нас, значит, Настенька с детками спят в машине, поэтому мы здесь все раскладываем вот так вот в ровный пол, длимем две подушечки, одеяльчики, и им достаточно комфортно мягко здесь спать. На люк можно, да, спросить, а чем они дышат ночью? Смотрите, я купил такую просто сетку, это не москитка, это просто такая как бы ткань типа марля, но не марля, это более как шелковая какая-то. Вот. Соответственно, я просто ее засовываю туда, сейчас давайте покажу, как это выглядит сверху. Вот, видите, вот сюда вот. И все, ее ветром не сносит, вечером поправил, и им очень комфортно. Ну и на лобовое, соответственно, вот эту защитную пленку, чтобы солнце не давило. Куда мы деваемся вещи? Ну, всякие игрушки мы просто вот так вот скидываем на землю, самокаты просто оставляем, детям игрушки. Я сплю в палатке, соответственно, мы многие вещи вот так вот выставили. Гитара, чемодан, детские вещи, там, мои вещи, вот по углам. Соответственно, это и от ветра хорошо, что их бока, палатки не сдувает. Я себе подкладываю, я себе подкладываю, значит, лежак для пляжа и йоговский коврик. Все, мне это вот достаточно комфортно. Я просто лично очень люблю, когда не сильно мягко. Все, по палатке, соответственно, тент я утром убираю, чтобы продувалось, когда ночи жарки, тоже. Обязательно нужно брать белевую веревку, чтобы где-то что-то сушить. У нас есть газовая плитка, на ней мы все варим, готовим. Это плитка друзей. По этой плитке сразу скажу, лучше такую не берите, огонь должен быть закрыт. Вот как у нас огонь горит, а лепестки закрывают, потому что вот эта плитка расходует газа в три раза больше. То есть, мы несколько дней пользуемся баллоном одним, а у ребят на один день и все, баллон можно выкидывать. Ну, соответственно, по мангалам, это мангал ребят, это наш мангал путешественник с шестого года, весь уже еле держится, но зато крепкий. Ну и, соответственно, вот мы тоже ребятам порекомендовали купить сетку теневую, но здесь мы расположились в кустах, поэтому нам это вообще не нужно. Погнали дальше летать, друзья. Вот так мы располагаемся, в принципе, обычно. О, кстати, основной момент. Преобразователь 220, удлинитель, здесь у меня стоит розетка, удлинитель, и вот так все это выглядит, так мы заряжаемся. На вопрос, может быть вдруг сядет аккумулятор, аккумулятор я специально купил новый, кто за нами следит, видели, что у нас прям в дороге сел, когда мы ночевали на заправке, случилось такое приключение. Вот, ну и плюс здесь есть такая система, которая выписывает мне сразу ошибку, что низкий заряд, я тогда машину завожу, немножко подзаряжается, и можно дальше пользоваться. Давайте дальше смотреть с высоты. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 если ты досмотрел этот выпуск до конца подписывайся на канал поставь лайк этому выпуску до новых выпусков до новых встреч мы дальше едем в новый кемпинг большое путешествие по крыму дикарями погнали 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 вместе с нами про путешествуй это дикий кемпинг как она называется деревня деревня или поселок или силу это витина напишите в комментариях кто знает здесь мы остановились дикарями до новых встреч пока